Я делюсь с тем, что есть. Вот я сегодня каждый день выставляю ролик, я объяснял. Человек должен освободиться от лишнего. Я спросил, каково ваше апистолярное наследие? А у нас сейчас отдельно группа, которая утром молится с разных стран, им молитвы считаем. Один псалтырь считает, другой общий. Я считаю о политических деятелях, за всех молимся, правителей мира. Это не за деньги, мы верующие, православные христиане. Я говорю, скажите, вот это называется смайлики, вы пользуетесь ими? Вот он показал, или нравится, не нравится. У меня роликов на нашем видеоканале 14700. Ну где-то еще найдите, чтобы... Это такой огромнейший материал. 14700 роликов. Это наши занятия в университете, деревню строим, миссионерская поездка, 650 городов посетили. Я в каждой библиотеке там подарил свой комплект книг, 38 томов у меня вышло. Это огромный материал. Я когда начинаю спрашивать, ну это понятно, что это большое, да, я ни разу смайликом не воспользовался. А зачем? У вас нет ни писем, ничего. Меня когда судили в 86-м году, последний раз уже, за слово Божие, и у меня взяли около ста переплетенных писем, книгами. Я переплетчик, реставратор одновременно был, и переплетенные с корочками, с капталами, лясетом. Ну, настоящие книги стоят под номерами, и все размещены страницы, 650 страниц в каждом томе, около ста. Притом редчайшие такие письма. Три моих дяди-материны на фронте, артиллеристы, все погибли. Последние письма. И все сожгли в прокуратуре. Это вандализм. Самый настоящий. А с картинками еще какие украшены. И вот я в 87-м освободился, и у меня, ну, я перестал сейчас делать, уже лет, наверное, 15-20. И еще 77 томов образовалось. Такая переписка. 1200 конвертов уходило письма. Под 10-15 больше страниц. Это работа. Отмечать надо было хиереям писать. А смайлик ничего не значит. Вот Гальдер, если бы фельдмаршал не писал, мы бы подробно, многие события войны бы не знали, как разъяснить. Почему так было? А он писал. А сам-то ведь был он не просто на поле, как там сказать, другой какой-то. Гудериан. А он штабной работник был. И все события отобразил. Письма дошли. Мы с каким вниманием считаем письма Толстого, Чехова. Вот третий том Иоанна Златоуста. Каждый у него 12 томов. А это начало пятого века. Как он ссылки был, что делалось. И у вас ничего нет. А я смайликом не пользуюсь. А ни разу. И все слушают. Ни разу нет. Я не могу даже. Как это? Это ничего не значит. А письмо? Ну. Я прочитаю. Это я примеру говорю. Примеру. И везде. Мы не должны смотреть вот эти заскорузные рамки, которые нам навязывают. Вот у меня нет лексикония слова «проблема». Я его истребил просто. И кто говорит, я говорю. Не говори больше. А как? А как вы говорите? Нерешенный вопрос. Это Америка нам навязала. Вот. Духовность. Этого слова нет. Это Горобичев придумал. Духовный человек. Духовные настроения. А духовности нету. Разный блуд снимут. Сверху крестик поставили. Как мне кинорежиссер Малашин говорил. И все. Свято, освященно. Это не так. Ты встать. А вы? А? Можно вопрос? Давай, пожалуйста. А вы священнослужитель? Я чтец. А брат у меня родной. Он пресвитер. Это священник, протеерей. Вот 3 февраля этого года. Исполнил 40 лет, как он в Сане. Ветрополит к нам приехал. Алтайский, Сергий. Московского патриархата. Можно вам еще один вопрос? А как вы относитесь к нашему патриарху? Какой что? Как вы относитесь к нашему патриарху? Да никак. Он далеко от меня. Когда он был в Варнауле, мы пригласили. И его секретариат или кто ответили. Мы приняли ваше приглашение. Ну, не знаем как. А он окруженный сотрудниками ФСБ. Его никуда не пустили. А он от нас. А мы деревню православную строим. 150 километров от Барнаула. А одна на 21 тысячу погубленных сел. Это тоже оригинально. Где все верующие. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Первый экзамен. А тогда уже говорим о поселении. И он рядом был и не заехал. Прямо, ну, жалко, конечно. Ну, выстрелили на каждой крыше по 10 снайперов. Ну, как вы что? Охраняйте. Да на Богу это выходит. Совсем не надеется. Я по тюрьмам шел и никто не тронул. Ну, конечно, величина-то другая. Пожиже да пониже. Но, однако. На моих глазах людей убивают. А у него охрана со всех сторон. Я никак не отношусь. Я просто молюсь за него. Со многим не согласен. Особенно, вот, когда упрекают их, там, торговля табаком была, да, ну, водкой. Страм один слышит. Сребролюбие. И что интересно, молитва одна есть, такая Ефрема Сирина, с 4 века. И она считается в Великий пост. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия. Не дай мне душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения любви, даруй мне рабу Твоему. Второй поклон. Ей, Господи, Царю, даруй мне зря эти мои прегрешения и не осуждать и брата моего. Ибо Ты благословен и во веки. Аминь. Ее Пушкин в стихотворной форме дает. И они взяли слово сребролюбие и выкинули из молитвы. То есть оно глаза им режет. И его нету как будто бы. Все на деньгах в церкви. Свечи все продают, таинство, крещение за деньги. Это абсолютно недопустимо. Вот у нас община 27 лет. У нас с тарелкой ни разу не прошли. Свечи горят восковые. Ни копейки. У нас нельзя шевелиться даже. Строгая дисциплина. А вот как же так? Вот смотрите. Патриарх, он же, это же черный духовец называется. То есть у него нет ни жены, ни детей. Он не мог. Он из монашеских. Да, да. А как же так? Человек, который идет по такому пути, приходит постепенно к сребролюбию. Он же получается от жизни, как называется в христианстве, распят от мира, да? То есть он уходит от мужского удовольствия, сам уходит в монашескую жизнь. И как здесь сребролюбие вяжется? Я просто не понимаю. Ну, монашество, значит, слово «мона» главное здесь. Апостол Павел говорит, женатые заботятся о том, как угодить жене. А не женатые заботятся, как угодить Господу. Не замужние заботятся, как угодить мужу. А не замужние, как угодить Господу. То есть моно, моно – это хорошо, но не заперто. И то должно в народе быть. Жить для других. Для людей. Ты должен везде на помощь спешить. Первые христиане были апостолом. Петр у него теща была. Раз теща была, значит, и жена была. Без жены тещи-то нету. И апостол Павел говорит, разве мы не имеем права иметь сестру, женой, жену? Но, однако, мы предпочли, чтобы стопроцентно служить Богу. Чтобы ничем себя не связывать. Для Бога. Какие тут водка? То есть они постоянно идут вместе. Они идут из страны в страну. Они жертвуют собой. Но за ними уже никого нет. Вот протопопа в вакуум. Его сослали. Там сопровождал Пашков Афанасий. Ну, при Алексея Михайловича. Раскол когда был-то. Ну, и Марковна там упала у него. Анастасия-то доколе протопопа. Она говорит, до самой смерти, Марковна. Связали вы меня. У него ребятишки как горох были. Сыпались. А она ему сразу ответила. Ты на нас не обращай внимания. Посекай порость еретическую на поле. Во была жена. У протопопа в вакуума. Кондратьев фамилия его. Это все интересно. Да. Для Бога надо. Я сейчас пошел на улицу. У меня этот видеоканал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот я разговариваю, когда здесь, я показываю. Вот она, православное издание. Синодальное. 1876 года. Самое полное. Самый лучший перевод за 2000 лет. Ни одной нации такой точно Библии нет. Я это докажу в течение 20 минут. Это именно так. А люди православные не знают совершенно. Ну, мусульман вот здесь на этой щадру летки. Ну, примерно 80%. Я начинаю говорить. Они, о, у нас другой Аллах, Коран. Я говорю, Аллах и Коран. Больше ты ничего не знаешь. Ну, Библия там, это не так. Я говорю, а вот эту книгу ты считал хоть раз? И он не знает, что я говорю. Так, вы знаете, что это Кораны, а вот здесь бараны. Считай, что написано. На 150 мусульман еще никто не прочитал. А у меня целый том написан. Я по сурам, аятам, разбираю весь Коран в сравнении с Библией. И что сказано было о мусульманах и мусульманах, конечно, не рядовые, за 1300 лет. А вы, мусульмане, свою веру-то не знаете. Знаете только одно. Содружество на военные действия. Я говорю, скажите, Мухаммад воевал? Ну, да. А Христос в руки оружия не брал. Разница. И сказал, вложи меч твой в ножны. Взявший меч от меча погибнет. Это не Александр Невский сказал, это Христос. Дальше. Не знают, сколько сражений провел. Ни один не может ответить. Я говорю, какие же мусульмане? Я говорю, запомните, 72 сражения. 72. Из них только два было оборонительных, а остальное грабили караваны. Вы свои истории не знаете-то. Грабили просто. Грабили, делили добычу между собой. Ну, разбойничье все. А кто не с ними, головы резали. Вот и пошло все. Вы на такие остались. А у нас другое совсем. Мы христиане. Вот мы православные. Нас за это долбят. Но мы оружие не берем. Мы пойдем на минные поля, будем копать окопы, но убивать не будем. А почему? Первые христиане этого не делали. Они говорили, мы помогаем молитвой. Это Ориен об этом говорил. Это Циан. Ну, я привожу в своей книге о войне, когда речь идет. И все это скрыли. Иерон, святой, его никто не знает. Вообще всего, детей не называют. А он в святцах. Его призвали в армию. Он надел, вроде надел, но он все сбросил. И говорит, я воин Христов. Его казнили. А Андрей Стратилат. Стратилат, это военачальник, полковник. В 2896 воинов. Воинов. 3000. Боевые. И уверовали все. Ну, и бросили оружие и пошли. А за ними там военачальник был постан. ОМОН там, Селевк. И они в ущелье зашли. И ни один руки не поднял. И всех порубили. И они святые. Сегодня не так. В Чечню благословляют танки. Куда только не посылали. В Афганистан влезли. Все благословляют. Афганистан где он? Но церковь, по-моему, всегда благословляла русское воинство. Как бы это считалось поправильным. Русское. Русское. Вы ответили правильно. Вначале не было так. Если христианство было объявлено государственной религией в 1313 году. Когда Константин своего зятя Ликини утопил. Вот только тогда уже стали христиане занимать должности. Не так все это было. Не так. Ну, смотрите. А как же так? То есть, если государственная религия, то значит правильно, то значит можно что ли так делать? Ну, смотрите, коротко. Брежнев с Устиновым, его вдруг сделали, он был там еще по промышленности военной, а поставили министром обороны. И вот теперь они в саду прогуливаются вечером и судят, как быть. Амин заключил с нами договор, Афганистан. Амин. Его охраняют наши КГБшники там. А мы сведения точные, что у него проамериканский пошел наклон. И уже бессоветники, и все, что делать? И они ходят, говорят, тыкву с тобой чешут. Что делать? Решили ввести войска малоограниченных контингент. Не предупредили тех, которые есть такая, журналы, кстати, древо посреди Кабула. Это официально теперь признано. Не предупредили тех, которые КГБ охраняет, всех порубили вместе с ним. 14 700, а только официально трупов завезли. Около 70 тысяч искалеченных. Зачем? А теперь молиться за падших воинов. Обтуда даже царь не лазил никогда. Никогда царские войска в Афганистане не были. И у царя никогда с палками не ходили жандармы. Зашли-то уже запредельно далеко. И еще не видят пистолет. А вы считаете, что богословлять войско даже в оборонительной войне? Нету оборонительной войны. Для нас не убей. Там не сказано какая. Римское владычество было в Израиле. А Господь не сказал, освобождайтесь. Нет. Но платите налоги. Божья Матерь, она же была в Иерусалиме, она была завоевана. Тогда Тит ее завоевал, правда, позже, в 71 году. Он бы сказал, освободитесь. Нет. Он разговаривает. Войны приходят крестить все океану, крестите. Он только наказывает, что не требуйте лишнего. Не обижайте. Но они язычники. Мне не надо говорить. Вот начинают. Если так говорить, нас бы Гитлер захватил. Я говорю, а вы знаете, что перед пятницей четверг? А что это за ответ? Очень просто. События предваряются предыдущими событиями. Как у Гитлера лотца звать? Вот сейчас я буду спрашивать. Сто человек, может быть, один только ответит. Алоиз. 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 Так вот, он мог не защищаться в эту ночь от Алоиза. Весь ответ, если бы мы жили правильно. Он бы спал с женой, все как надо. Не было его и Гитлера, не было. Не было бы Ленина. А раз мы с Алоизом. Мы с Алоизом. Мы стоим на пороге этих событий. Да. Уже нападает. Задним числом не можем решить этот вопрос. А Путин что сказал? Владимир Владимирович что сказал? Ну ладно, раз нас разбомбят, говорит. Со всех сторон ракеты. Супер скорость у них. Мы не сможем. Все одновременно 150 тысяч ракет летит остановить где-то. Да. Мы уйдем. Мы мученики будем. Посмотрел маленько. А они все равно сдохнут. И сейчас подхватили везде. То есть все будет по радиации. Им тоже не житье. А они все равно сдохнут. Вот и все. Надо на Бога надеяться. Вот я где был, по милости Божьей, пять тюрем прошел. На моих глазах убивали людей. Я все это видел. Но меня под защиту Бог взял. Я арестован был по санкции МГБ. Московского КГБ на Алтаю. В Барнауле я дали указания. Там обыски прошли по всей стране. Я очень важные материалы опубликовал тогда. И брал интервью репрессированных. И о всех погубленных в начале советской власти. К религиозным трудам добавил материалы. Архипелагу ЛАГ я первый издал в стране. Это было очень интересно. Ну а дальше рассчитываться надо. Советская власть не потерпела этого. И вот прошло там, не знаю, неделя или не прошла даже. А там локалка называется, когда привозят новых заключенных-то, сидельцев. То отдельно там специально такое место огорожено. Внутри зоны еще зона. Ну пока акклиматизируется, уколы все эти. И в это время мне говорит там один, ну бригадир поставленный. А вы видели гражданского сегодня был мужчина? Он около вас стоял. Ну видел. А что? Это из областного центра, из Джамбула приезжал сотрудник КГБ. Я не знаю. Ну не ниже майора. И он сказал, этого человека пальцем не задевайте. Ну это хорошо, что он сказал. А если бы не сказал, поведение мое было бы то же самое. Вот ложимся спать, ну а там сто с лишним человек, койки, шконки, как называется. Там два этажа, с верхнего этажа в шею удобно кидать на нижний. Ну и сейчас как легли, два часа в туалет ходить нельзя. И ходить только в подштанниках. Я сразу подошел и сказал, я ложиться не буду. Как не будете? Проверка же сразу идет. Ну решайте, какое наказание там это. Мне надо молиться. Я вечернее правило должен выполнить. Я молюсь все время. Я не какой-то сказочный герой. Но в тюрьме, когда еще следствие было, пять раз я на молитву, по полтора часа примерно. А с восьми до десяти вечером открытые двери, охранники с двух этажей. И все заключенные. И говорится, они один не закурят. Я два часа про проповеди говорил. Ну смотрите. Я встал и молюсь. А тут пилястра такая, как бы полколонна выступает. Ну немного. Вот такой вот. Я около нее встал и молюсь, стою. Не разделся. А ты, извините, какой год был? Это был в восемьдесят шестой на седьмой. Зима. Там может быть конец декабря или начало января. А у меня утром от бригадиры говорит. Как всегда, прошли офицеры там это проверили, как, что. И они вас не видели. А свет горит там. Без света не бывает как. Почему они вас не видели? Я говорю, у нас здесь же есть Григорий Чудотворца. И когда сказали, сегодня окружены будут поселения, все христиане будут порублены. Он взял дьякона и вышел. А его видели. Он вышел на холм. Ну и видит, как те въезжают там на своих, сказать, лимузинах. Ну тогда на лошадях. И всех там ищут. Где? Их ищут. А все показывают. На холме они. На холм-то небольшой. Он говорит, будем молиться. Встали, подняли руки и про себя стоят молятся. Воины, подошли, там пять шагов, не больше. Постояли, посмотрели, вернулись. Говорят, там ничего нет. Там только два дерева какие-то сухие. Два дерева сухие. Сучки. Листвы, говорит, нет на них. Вернулись назад. Это Бог делает. Глаза закрывает и открывает. Я в жизни своей таких чудес не один раз видел. Это Бог делает. И когда начинаете избивать, а до меня было в красном уголке на уровне головы кровью залито. Что делалось там? Меня сразу в сторону. Идите туда-то, почитайте, журналы там сидите. Ни разу пальцем не прикоснулись. Убивают. И один там боксер был, он сразу подошел. Отец Игнатий. Мужи около вас будут становиться рядом. Убивают, убивают. Он сбили, а потом сверху здоровенный прыгает. Позвоночник может сломать сразу. И сломают. Зона вязаная. То есть все должны ДСП быть. Там три человека, которые не покорились. Я один армянин был. Он 25 лет уж отсидел, наверное. Ну, в общее слово. А что такое ДСП? А? ДСП что такое? Ну, добровольно дружина там называется. Служение. То есть повязанное. Делают власти, доказывают все. Ну, тайно, как сотрудники сказать. Раньше были сексоты. Это зоны. В зоне бывают один или два, три, пять, десять там на бригаду. Но чтобы все, этого нету. А это именно зона вся красная. Это козлы называется, правильно? Ну, сущие, говорят, суки. Да. Ну, дело-то в том, что не я ставил эту охрану. Напрасно бодрствует, страшится, и Господь не охранит города. Три тысячи лет назад в Салмах, это посредняя книга в середине Библии, сказал Давид. И я могу это доказать просто. Почему? Объяснений никаких нету. Один Бог. Это благодать Божья. Моего там ничего, знакомства нету. За меня никто не ходатайствует. И вот так. Вот вызвали, сказали, сегодня картошку чистить. Ну, чистить, так чистить, на мою кухню. Я только пришел, сел вместе со всеми-то. А эти там, которые баландеры, которые разливают других, им за большие деньги купили, чтобы не где-то, а в кухне они. Тогда еды вдоволь ему. И они уже все знают про меня. Подошли, отец, пошли-ка с нами. Да нет, мне надо картошку чистить. Да почти, а тут срок длинный у всех. Пойди ты нам расскажи о Боге побольше. Представь себе, а там кухонные, ну, если 3000, допустим, человек, то много там и повара, и уборщики, и все. И они специально пришли, чтобы послушать. Будь они верующие, ну, да, к слову сказать, на этой земле, это непросто. А так как меня держали в морозилке, там морозили до этого еще в тюрьме, и у меня потемнение бронхов было, нелегкие еще. И врач с одним, его фамилия Словак Владимир Васильевич, офицер, они договорились ночью меня выкрасть из там, где я погибаю. И он пришел в цех, где фуфайки там шьют, проходит мимо и говорит, а сам высокий такой, худощавый, и говорит, сейчас я смотрю все это, я пришел за вами, сейчас только беру я вас за руку, дерну, и вы не отставайте от меня, бегите, бегите, там за вами будут бежать, нам главное выскочить из этой зоны, в нашу зону. А у него там железом туберкулезники, где ограда высокая, сплошняком зашита, ну, железная. И он меня вытащил оттуда. И там врач Татьяна Прокопьевна, они договорились меня поддержать. Я их не знаю. И они меня, значит, с первого же дня давали двойную порцию, масло, молоко. И у меня все заглохло на этом. У меня Библия с собой, проспоры, обыск, а я же на производстве. Он все снимает у меня и в сепи у себя хранит. А теперь мы друг друга нашли. Сколько благодарности. Это Бог делает. Это человеку нельзя это придумать даже. Такую защиту. Так я рассказываю маленькую часть, которую Бог делает. Которую может сказать. Я знаю. Можно вам вопрос задать? Да. Можно иметь свое мнение по этому поводу. Знаете, есть такой бред, называется соборование. Да. Это послание апостола Яха. Он говорит, если кто болен, то позовет пресвятеров. И помажет его, помолится над ним, помазав пенелеем во имя Господа Иисуса Христа. И да простится там грех и прочее. Это соборование. Да. И как бы его же делают не только, когда человек болеет, а, например, когда есть такая штука страшная, называется одержимость. Ну, это тоже болезнь. Это болезнь духовная, одержимость. Да. Ну, да. Можем сказать так. Я не видел этого никогда, что одержимых так. Это обмазали, не видел. А как вы относитесь, просто из точки зрения, что соборование это вообще не... Ну, вот Осипов, знаете такого, Осипов? Профессор? Да, да, да. Ну, это Алексей Ильич. Да, 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 Алексей Ильич. И что говорит он? Что он говорит? Ну, вот он говорит, что соборование это не совсем правильная вещь, потому что, ну, как бы человеку, священнику не дана такая власть, изгонять бесов. Это мог делать только сам Сын Божий, а священник не может этого делать, потому что у него нет такой... Ну, как бы он не наделён такой властью. Нет, там написано, пресвятеров во множественном числе, или специальное масло, на котором... Или там молился там патриарх и прочее. Теперь, ну, раз не могут везде. Абабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Не пойдет в храм, а призовет Вот это первое нарушение То есть он лежачий, клиник Второе, и помолятся над ним Над ним, над ним, склонятся Он встать не может Давайте расшифруем А сегодня здоровые, крепкие студенты стоят в собор Чтобы экзамен сдать Это профанирует таинство Я просто столкнулся в своей жизни с такой штукой Ну, плохой, очень черной штукой И, как бы, я не знаю, как с ней справиться Вы только личного ничего не открывайте Я всегда прошу, не надо, чтобы не было тайны никакой Нет, не собираюсь, я понимаю Да, не надо К этому, как это называется-то Ну, к этому обряду не знаю, как относиться Потому что есть вещи, которые о нем Вот, например, Осипов Алексей Ильич рассказывал И, ну, еще слышал об этом Из авторских источников Что это, ну, не совсем верный, в общем-то Не совсем верный путь Ну, мы Путь должны проверять по слову Божию Библию Я разговариваю, говорю вам, где это Пятая глава Послание апостола Иакова Тут уже никуда нет Вот что сказано, в это надо вписаться Я два момента показал Призовет, значит, он не может пойти в храм И второе, над ним Два слова повторяю Вот эти я покажу Что сегодня неправильно это делать Вот по двум пунктам А остальное мне уже не судить Там таинство Таинственная, невидимая сторона И я преклоняю голову Дальше я замолк Осипов на простой ответ не ответил бы Я ему как-то звонил Там материалы посылал Он все одобрил А я его все не одобряю И он некоторые там книги Лидийские там монахи Выкупали и сжигали Что нет вечного мучения Я тоже согласен, чтобы не было Но Писание прямо говорит И пойдут они в муху вечную А правильники в жизнь вечную Евангелие от Матфея 25 глава И притом не просто А в одном предложении Слово вечное Если нет мучения Значит тогда и А царствие мы можем То же самое Или разное значение Слово вечное Хотя в Библии там Разное Если раб Ну твой свободный Один какой-то У тебя рабыня Он полюбил ее А хозяин не отдает Он говорит Я согласен Быть с ней Тогда ты тоже рабом будешь А она не может выйти На свободу никогда А как Ну я согласен Тогда он должен Подвести его к косяку И шилом проткнуть ему ухо И он отойдет И дети будут рабами рождаться И будет рабом вечно Как вечно-то Да умираем мы Вещь сейчас кончилась Вот так То есть из рода в род Я Осипову два вопроса задал бы Сразу Два Первое Почему он бреется В 80 с лишним лет 82 даже он старше меня Кажется на два года И бреется Зачем Ни одной иконы нет У без бороды У православных И даже католики Когда рисуют Сиксинская Мадонна Это же Рафаэль Католик И Сикс Папа С бородой Это в 1054 году Только разделение будет Христианин без бороды Все пророки с бородами Апостолы с бородами И все русские праведники Все до одного Без бородых Ни одного нету Что доказывать Бог сотворил так Мужчину А так женщину Это во всем Баран отличается От овечки Петух От курицы Бык От коровы Это Бог Мы же стрижем ногти Например Тоже Почему нет Что Мы же стрижем ногти Мы стрижем ногти Но стрижем ногти А какое отношение К ногтям имеет Борода Ну это тоже растет Не надо Там определенно написано Не порти края бороды твоей А когда о ногтях Говорится Что он встал на четвереньки На четвереньки На выходоносор И прошло над ним Семь времен Семь времен От расти волосы И ногти Потому что он С тоскотиной ходил О ногтях Отдельно говорится И только один раз А о бороде говорится Там 112 112 раз А простите А где вот это вот Не порти края бороды Своей А где это Откуда это 21 глава Книга Пороха Моисея Третья книга Левит Не порти края бороды Твоей Я запишу Если вы не Ну вот если бы Вы ко мне зашли Ну по скайпу Тут и нельзя скинуть Материал Это тут все уходит Вы сейчас Нечаянно не нажмите Чтобы нас Не разделили Вот Если по скайпу Зайдете Игнатий Лапкин Я один с этой Фамилией и именем На весь интернет По всем фейсбукам Игнатий Лапкин И я вам скину Большие материалы Там обрадобрите Отдельно У меня одна книга есть У меня 238 Вышло там В книг В бумажном варианте И семь В интернетной стоят Я перестал их издавать Но они уже готовы К изданию Последние 4 тома стихов Каждая книга 800 страниц Игнатий А как вас по батюшке Это будет называть? Как? Игнатия отчества Тихонович Игнатий Тихонович Знаете Если честно Ну это То что вы говорите Это имеет смысл Ну я понимаю Какой-то смысл в этом Но Вот лично у меня В моей жизни Ну я думаю Это не только у меня Но вот Себя только могу говорить Брение бороды Это просто капелька По сравнению с тем Какие Ну В чем мне на собой Надо работать На самом деле Не Ну так не годится Допустим Сказали что Давайте Дверь повешаем Чтобы они открывались Но это не важно Главное крыша не протекала Все в совокупности Это человек Относительно плоти Плоти Это то Ну Видимое Господь Христос Ничего не изменил Пришел он Был с бородой Интересно Вчера на меня Группа цыган вышла А мы цыгане Мы тоже Пасху празднуем Я говорю Как пироги печем Думаю Как же сказать то им Я говорю Знаете Это не все Вы Христа знаете Кем для меня Если не знаете Я говорю Христос Он наркотиками не торговал Они сразу из меня исчезли То есть Они живут Наркоторговлей Тысячи людей погубили Я не сказал им Прямо Так Второй вопрос Осипову Я бы задал второй вопрос Почему носит Масонский галстук Два вопроса Простые А почему не масонский Аксессуары 21 века Показали аксессуары Раба Цепь на шее Как его негров Держали А сейчас аксессуар 21 века Галстук нарисован В интернете Это и масоны придумали Вот Когда они встречаются Где-то Заметьте Без галстука Ни одного нет Но когда они Где-то бывают Ну такая Более Такая Обстановка Он может снять галстук Но обязательно Верхнюю пуговицу Расстегнуть Я устав И просчитал Масонов Если у него Костюм надет Нижняя пуговица Должна быть Расстегнута Вы заметите Все до одного Ну это Этикет Насколько я знаю Эй не этикет Это Я 14 лет отдал Этой теме Попутно с другими Вот На одном Каком-то Важном совещании Один сидит И о себе думает Он масон 28 степени Это очень высокий Ранжир И Дескать эти сидят Ничего они не знают Какие Что они пешки Вот А напротив меня Один сидит Такой представительный Я о нем подумал И ты тоже не знаешь Хотя тут главный И вдруг я гляжу Он вилку положил Вот так А потом нож на ней Вот так Никто ничего не видит Просто положил И нож направлен на меня Я глянул и вздрогнул Так никто не ложит Только это Масонский знак Я говорю Сразу по-другому Взял ложку Вилку И положил Готов Выполнить Ваше приказание Никто ничего не знает Вот Извините Можно Я просто Два принципа Соборования Этот человек Должен призывать Призывать Домой написано Призовет И помолится Над ним А кого призовет У вас Библия есть Там нет На экране Нет Ну нет Там 5.14 кажется Иакова Пятая глава Послание Иакова После деяния апостолов Сразу Шестая книга По счету В Новом Завете Второй Человек Призовет Помолится А второй И помолится Над ним Над ним Он лежит Над ним Не с ним А над ним Это моя наработка Это я нигде Не считал Про это Я очень внимательно Внимательно Считал Я 56 лет Этим занимаюсь А второй момент Вы сказали Призовет И помолится Над ним Призовет То есть лежит Лежачий А над ним То есть он парализован И даже дома Он сидеть не может Вы просто сказали Что там есть два Как бы два условия Которые должны В нем Ибо Иной раз И в их руках Бывает успех Но согрешающий Да впадет В руки врача То есть он будет Тебя колоть Жарить И это сказано До Христа Еще 500 лет Почти Я просто Ну это у меня Тайны никакой Я не знаю Я просто Столкнулся С черной магией Какой-то Ооо Что это за фигня Это опасно Это опасно Это страшная вещь Это страшная Это очень серьезная вещь Люди не понимают Они лезут туда И не понимают Насколько это все Каноны Что Простите Так Каноны церковные Карают Эпитемию Если человек Занимался этим Приравниться К убийце Вот как Шпировский Чумах были Там Джуна Давида Швили Это ведьма Главная была Интересно Джуна Она этот Джуна Это Как это называется Ну Аферисты 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 Вы не смотрели фильм Ведущий к черту Я о ней знаю все От рождения До последнего Ее вздоха Когда она Этого сына Все прятала И как Его там Прирезали в сауне И он так как Все это говорил Мама Мама Помоги И так она его похоронила Телефон положила Она с ума сошла И приказала потом Раскопать обратно Посмотреть Она не могла поверить В его смерть Она Скорежилась А у моей бабушки Материна Мама Бабушка Три сына Ушли на фронт Какие орлы Три Погибли И она Все перенесла Она С ума не сходила А как вы Такой вопрос А как вы Считаете Вот Тоже наверняка Вы интересуетесь Всяким Масонскими делами Как вы считаете Вот Последние времена Да То что Описано В откровении Ивана Богослова Все это Происходит Уже сейчас Апокалипсис Да Оно начало Исполняться Сразу Когда он писал Там говорят Семь царей Пять прошло Один есть А он при каком царе был Арестован А один будет Между ними промежуток Две тысячи лет События очень быстро Меняются И Я скажу Что этой теме Тоже много Отдано Вот мне Господь позволил Это Бог Не я Полное толкование И сдать отдельно Нового Завета Я бы тут мог Даже подняться Вам показать Трехтомник Нового Завета Полное толкование Каждый том 752 страницы Блаженов Эпилакта И Откровение Апокалипсиса В моем доме Начал делать Обратился в моем доме Менонит Немец Преподаватель Томского университета Молодой человек Его фаст Генрих Кажется Генрихович Вот был Но потом он Стал православным Принял крещение Закончил семинарию Академию Там Кандидатскую Магистерскую Сейчас доктор богословия В Абакане служит Геннадий Фаст Если вы зарядите Вам какие-то вопросы Решить надо Вы на него выйдете Сразу Его материалы стоят И вот он Занимался Не толкованием А сбором Толкований В течение 20 лет Какие святыецы Толковали Это огромный материал Он 3 года сидел Над этим И теперь его материал Этот Я его подключил К трехтомнике Это занимает 435 страниц Вот какие события Главные сейчас будут Война Это такое Дальше Щипирование Дальше Один царь Над всей землей будет Со столицей В Иерусалиме Сядет в храме Как бог Выдавая себя Не за чудотворство Как бога Чтоб признали Как бог Есть такой фильм Антихрист Или 66 И там показано это И он будет царствовать Его еще нету 42 месяца Иначе сказать 3 с половиной года Москва Сгорит В один час 17-18 глава Апокалипсиса Вот Главные Вехи Которые Уже можно проверять 17-й главе 17-й 18-й глава Откровения Апокалипсиса А там именно Про Москву О Москве Некоторые Не соглашали По интернету Там не называется Москва Но Там Ну знаете как Вот мы едем Дорогой Я просто Небольшое вступление Сделаю Ну чтобы зря не сидеть И я детей развиваю По знаниям Скажите Вот Я задумал Какого-то зверя Имеешь право Ошибиться Три раза А он как Хищник или не хищник Хищник Второй вопрос Задают А когти втягивает Как Там Тигр Или не втягивает Ну как У лев Не втягивает Как собака И кошка Так А свет Какой Я почему должен Говорить Вы сами Называйте Теперь Он сказал Желтый Нет Ошибка Одна Два Вышел Из игры И наконец Все Уже узнали Никак Не могут Узнать Я говорю Вы бы задали Вопрос Такой Этот зверь Бывает ручным Или нет Ну потому что Львы Медведи Катаются на мотоциклах Там по арене Я бы сказал Во всем мире Ни один цирк Не удостоился Этой чести Чтобы Выполнял Этот зверь На велосипеде Катался А что такое Ну вот Дед с бабкой Взяли щенка Маленький И потом Они вырастили Он растер же Зверь то И вдруг Обоих их не было А когда пришли К ним проведать Почему их триня нет Она их обоих съела И кто Что за зверь Черная пантера Черная пантера Вот По признакам узнать Так и здесь Десять признаков города В первую очередь Называется Пал Пал Вавилон Великая блудница Все толкователи Объясняли о Риме Речь идет о Риме Андрей Кесарик Кападокийский Об этом говорит Ну Кирилл Руссалимский Эфрем Сирин Папи Ирапольский Все о нем говорят Но Они не знали Что будет не один Рим А три Второй Рим Новый Рим Константинополь Стамбул Второй И третий Рим Когда 1453 году Он был разграблен Россия сразу же На следующий день Взяла это звание На себя Мы третий Рим Епифаний Славинецкий Говорит Москва Третий Рим А четвертому Не бывати Четвертому Не бывати Специальное общество В Москве есть Третий Рим Газета Третий Рим И этот город На семи Горах Город на семи Горах Дальше Очень многонациональный Будет Дальше Качество От этого города Весь мир буквально Обогатится Все купцы будут Рыдать о нем Ну начинает говорить На трех На семи холмах Только три города Город Оман Вашингтон И Москва Ну Оман Не будем брать во внимание Вашингтон соперничает Давай дальше Мне если честно Вашингтон больше нравится В этой роли Как? Мне если честно Вашингтон больше нравится В этой роли Теперь От Вашингтона Никто не обогатился Они только грабят И грабят везде Значит Москва Все миллиардные долги Всем все прощает А свои Как-нибудь Так Это не все И найдена в нем Кровь святых В Вашингтоне кто? А в Москве сколько? Путина повезли Повели по Бутова Он ходил Только одно повторял Чудовище Да что же это? К следующей подходит Здесь полторы тысячи Священников Чудовище Да что же это? А сам КГБшник? Ну знаете Ну просто Можно я Как бы Контраргументы Да По поводу Кровь святых Но кровь святых Не обязательно Должна быть Локально там находиться Посмотрите Сколько воин Развязывают Америка И Как бы И невинные Гибнут в этих войнах Нельзя сказать Что на них Кровь святых Не в войнах Речь идет Где гибнут все А кровь святых Выборочно Выкашивали Дворянство Офицерство Священство Интеллигенцию А вот именно Священство В Бутово Москва Москва Была залита Буквально Кровью Это не один Не два Одних епископов 200 человек Погибло Речь идет О 66 миллионах Погибших Как профессор Кораблин Подсчитывает В архипелаге Гулаг Солженицына Так что Москва Здесь плотно Сидит На этом Вавилоне Москва Пала в один день В один час Вы не в Москве Живете? Не Не в Москве Просто Мне интересна Тема Это была И я вижу Что происходит Сегодня И мне кажется Мы очень близко Подходим Да Да Ну вот Такие Примерно Знаковые События Которые должны Произойти Низ И они Рядом Совсем Действительно Как будто Рядом Хотя Считается Что Книга Откровения Это Вообще Ну как бы Это Благая вещь Потому что Второе Пришествие Ну то есть Все что Ему Все эти Беды И войны И сколько Которых Земля Не знала Ну вы Андрея Кураева Знаете Да Знаю Вот он Ко мне Приезжал сюда У меня Все книги Приобрел Вот здесь Был Где я Сижу Раз И положительно Только два раза И он Несмотря на это А книги То у него И он говорит Вот Игнатий Такие новинки Дает И ничего не придумывает Он просто Целые пласты Открыл Нами забытые О мощах Я сказал Мощи Все закопать Надо Зарыть С музыкой С музыкой С патриархом Можно В 30 лет купались, и он нырнул, а в то время бревно, он не видел, бревно там поднесло. И он ударился, 7 позвонков разлетелось. Он в 17 лет лежал полностью парализованный. И перед смертью он зашел, ища рулетку, выступил две беседы. Я не слышал даже про эту рулетку. Я посмотрел, так он не окончил труд свой. Я стал молиться, Господи, дай мне талант этого Сергея Георгиевича Козлова. И вот я нахожусь здесь уже 75-й день примерно. Примерно. Для чего? Во враче нужда бывает у больных, а не у здоровых. Это Содом и Гаморра. Здесь примерно, я люблю статистику, 50% голые мужики валяются, у дороги брошенные, не за копейку. Примерно 80% мусульмане. Открыто блуд творят, безобразничают. И мы пришли сюда. Я читаю Евангелие, читаю Псалтырь, отвечаю на вопросы. И здесь мы работаем. Над душами, чтобы дать понять. Маленькие дети здесь. И как дикие кидаются. Но есть и верующие. Вот сегодня, видите, вот мы с вами как долго беседуем. Ну, знаете, я вообще-то, ну, говоря, на самом деле, как-то, ну, я верю, в общем, на все это, да. Но мне не хватает, я не знаю, молодуши, наверное, слишком. Мне не хватает, вот, как бы, ну, относиться к человеку, вот, как бы, по тому, что вот есть на самом деле, да. По тому, что все равно над всеми нами есть тот, кто выше всех нас. И, как бы, и что он всех рассудит и так далее. И мне зло билет, на самом деле, когда он всех был. А причина, знаете, какая? Прямо говорит человеку, Бога нет. 13-й, 52-й Псалом, 3000 лет назад написан в Псалтере, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше, они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Причина ясна. Делающий добро идет к свету, дабы явны были дела его. Делающий зло и ненавидит свет, и не идет к свету, ибо дела его злы. Я считаю Библию. Не считаю, а привожу на память. Вот такое дело. Бывает, человек, ну, не знал, не слышал, а потом сразу к Богу обратился. Это момент. Вот момент прояснения, когда за него молятся, и Бог открывает ему. Вот меня посадили-то за то, что я не хулиганство делал, а опубликовал. И следователь принял крещение, полное погружение. Следователь. Начальник тюрьмы умер по-христианству. Он меня часто вызывал к себе для беседы. Когда я был в тюрьме, приехал, там вот встали утром, а я ночью молюсь. И говорят, вчера семь человек на колени с вами остановились. Можно мы тоже будем молиться с вами? Я их не прошу, не зову. Это Бог делает. Это Господь обращает души. Вот приезжают мусульмане и крестятся. Вот начинают что-то говорить, а у меня ответ один. Надо трудиться. Вот евреи, все захватили, евреи, евреи. Надо бороться, а вы вот так. Я говорю, я не говорил, что не надо бороться-то. А какое оружие? Любовь. Любовь. Написано в Библии. Это семь Авраамова. Кто будет благословлять, сам будет благословлен. Проклинать будет проклятый. Я благословен во всех отношениях. Во всех. Вы разговариваете, а то еще меня не знаете. Это не мое. Я попадаю, сидит круг высший. Мэр города, допустим, губернатор, прокурор края. Такие там, ну, все генеральские звания. Я говорю, а мы только сейчас о вас разговаривали. Там у них какой-то сабантующий был день рождения. Я говорю, и что? Более счастливого человека никто из нас не встречал. А как вы определили? Какой критерий? Вы делаете то, что вам нравится. Видно ваша радость, когда вы это делаете. Вот я начальник детского лагеря. Сам его образовал. Православный. Один. В России был. С 1972 года. 45 лет начальник. Тысячи детей подняли. И ни рубля от государства нет. Это моя работа. Они все это знают. Счастье правильно определили. Но я полагаю во всем на Христа. И вдруг в интернете встречаю Стручков Александр. Профессор. Шолоховед. Говорит, кому-то обращается. А потом это мне скинули. Он говорит, самым счастливым человеком. Первый раз я встретил в интернете. А у меня ничего нет. Вот у меня 35 лет стажа у работы. И пенсия 8 тысяч. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. И я благодарю Бога. У меня все есть. Голодный ни разу не лег спать. Да я, как бы, в общем-то, понимаю вас просто. Мир, в котором мы живем, он пропитан как бы другой в кавычках правдой. Наверное, тоже понимаете, о чем я. Знаете, везде нужно что-то приложить. Вот конкретно. А вы хвалитесь. Хвалюсь именем Господнем. Я говорю, это нельзя сделать. Вот. Народ не образован. Я говорю, а что ты сделал для образования? А что я могу сделать? Вот я одновременно занятия вел в пяти университетах. 13 школ, все техникумы, заводы, фабрики, все отделы милиции, воинские части. Это немыслимо сколько. И это не один, только в одном университете занятие 18 лет. Бесплатно. Ни рубля нигде не получаю. И меня... О, еще как. Начальник генерал мне говорит, моя милиция стала себя тише вести после ваших бесед. Конкретно. Вот конкретная работа. Вот вы говорите, евреи, евреи. Я согласился с вами. А что ты сделал? Вот ко мне привезли еврея, показать он там, что-то у него. И он от меня вышел уже православный. Сейчас священник батюшка Наум Израилевич. Вот конкретно. Давайте через каждую. Пусть один еврей станет православным. Вот в КГБ то делает. Вот у меня начальник, в КГБ офицер сделался священником сейчас. Они меня там задушить готовы были за этого. Кого совратил? Какого работника нашего погубили? А я ничего не делал. Я просто о Боге говорил. Это не мое. Это нельзя сделать. Это Бог делает. Здесь дети. Вот дети, дети, дети. Вот я начальник лагеря. Бесплатно. 45 лет. Это не два года. Это больше полжизни. Вот дети беспризорные. Три миллиона. Нургалиев говорил. Но делать-то что-то надо. Сейчас я его превращаю в музей, чтобы другие были. Вот уперлись. А вот это у вас, вот это вот, нет, надо передвижность. Ваши горшки-то кому не нужны? Я хочу показать. Вот в бедности, самодельно все можно построить. И какие дети будут. У нас и на лошадях они ездить умеют. И на лодках плавают. И мы по деревьям учат лазить их. И каждый день работают. Шесть раз купаются. До шести раз. Посты соблюдают. Ни одного больного нету. Наркоман просто приезжает ребенок. Уезжает, вообще забыл о наркотиках. Почему? Молитва, пост. Любовь. Приезжают профессора разные. Но везде молва идет. И выводят. Пишут газеты. Горюхина там пишет. Эльвира. Главной движущей силой лагеря является тире. Любовь. Большой буквы. А у меня строгость. Физическое наказание существует. За это физическое наказание. Там с ума сходят. И прокуратура. И возмуждают уголовное дело. И ничего не могут сделать. ФСБ вмешалось. Ничего нигде не обнаружено. Ну уберите это из устава. Нельзя убрать. Ребенок должен иметь страх. Его привезли только. Он в первый же день девочку ударил палкой. Который меньше его на 5 лет. Я что должен делать? Ну объясните мне. Он не понимает ничего. Совершенно не понимает. У меня был запрет у себя. Вот нельзя таких-то принимать. Показываю. В конце уже. На 43-м году лагеря. И не стал брать игроков в компьютере. Абсолютно не поддаются исправлению. Бесноватые. Компьютерные игры это страшнее пьянства и наркотиков. Что это? Это. Я говорю. А теперь я нахожу в литературе. Это полное подтверждение. Я интуитивно к этому дошел. Вот. Услышали о нас в Англии. И директор Кэстонского института. Ксена Деннен. Она значит созванивается с Останкиным в Москве. Дают сопровождающего. И они в нашу потеряевку. Поселок. Вот на Алтайском крае. И она приезжает сюда. На месте увидит. Действительно это так. И как это может быть? В течение одного месяца абсолютно делается ребенок другим. Это не может быть. И ни один профессор за это не возьмется. А как вы знаете? Я говорю. Самое лучшее, что я узнаю. А я ездил много по Америке. Всю Европу прошел с миссией. Ну, купили автомобиль. Книги одарил. 650 городов. Динамия, Прибалтику прошли. Шесть мусульманских республик Турции. У вас очень насыщенная жизнь. А? У вас очень насыщенная жизнь, Грибала. Ну, и сейчас есть. Ну, вот я и говорю, что по-другому нельзя никак. Я взял вот это, что ребятишки такие крепкие у вас. Почему? Я говорю. Я взял от Японии канзио. А что это такое? Не стонать. Никогда. У меня канзио. Я даже не переморщусь, когда меня будут мучить. Я им рассказываю. Петру Первому доложили. Обнаружена подпольная организация, которая поставила задачу свергнуть императора. Арестовали? Да, арестовали. Ну, и что? Дознание. Ваше императорское величество. Первый раз встретили человека, и глава это у них. И у них звания свои. Говорит, он майор. И теперь мы ничего не можем сделать. Мы, говорит, казним, железом выжигаем. Он, говорит, смеется в лицо. Вы не знаете, что мы тренировали, когда друг друга готовились к этому. Это смешно, что вы делаете. Петр сам пришел. Решил сам его испытать. И видит это дерево. И он тогда ему сразу предложил. Так, полковника даю. Перейдешь ко мне? Тот подумал и говорит, перехожу. Я детям это все рассказываю. Вот что такое канзе? Не стонать. Вот у стоматологического, у стоматолога ребенка привезла японка. А если русская, она да я тебе конфетку там дам. Она у нас конфеты зубы-то спалил. А она сзади стоит. Саке. А где твоя канзе? Он сразу ободрился. Мама, канзе со мной. Ему зуб дерут. Он вид не подает. Вот откуда они, самураи, рождаются. Их надо учить. У меня дети такие же. Вот это я взял, говорю, из Англии. Если нарушил тишину, лег спать, лишаешься права общежития. Два нарушения. А у меня, значит, четыре часа, два часа стоят на вахте. То есть ему палочка, винтовка, ты охраняешь. Это много. По полчаса, четыре раза. Но когда уже утихли все, а их уже стоит человек восемь нарушителей, я их потихоньку увожу в степь. И теперь рассказываю про звезды, про пшеницу, как совенок крещит. Я орнитологией занимался, наверное, шести лет. Вот, любимое дело. Так они другим-то, я знаю, расскажут. Они готовы у мужчины нарушить какую-то тишину, чтобы им тоже ночью повели, показали. Извините, я это самое... Я умом сейчас просто немножечко подальше в нашем разговоре, когда говорили про молитву и пост. Я знаю, что... Ну, как бы, я не то, что верю, я знаю, что все это работает. Молитва и пост. Ну, а молитва, она почему-то, как бывает, и во вред работает. Не бывает. Никогда, ни разу. Это вы понимаете так, что во вред, а на самом деле это на пользу. Когда со мной случилось, ну, нечто нехорошее, с магией связано. Я одну молитву... В общем, как-то получилось, что... Ну, ее читал очень не... Ну, не усердно, но это как бы выходило из меня. И это как будто снимает с меня эту шапку, которая на меня давит. И отходило. И я чувствовал какую-то свободу. И вот какое-то слово подобрать. Вот в христианстве существует милость. Милость, да? Милость. Да, милость. Он милосердный. Самое лучшее имя, говорит Господа. Да. Вот милосердный. И какое-то милосердное неспасение. Но как будто с меня вот это вот снимали, вот эту дрянь. Все. Я чувствовал какую-то свободу. И как бы как мне мозги встают на место. А вторую... Второй раз я после этого читал очень усердно. Читал ее, не знаю, час, наверное, или полчаса. Перед сном я лег спать. И проснулся. Я как бы в худшем состоянии. Я не знаю, как бы... Что... Как это повлияло. Ну, вот. Такое прислое. После этого я уже устал немножечко с опаской к этому подходить, что ли. А вы Быков и Дмитрия Львовича знаете? Нет. Писатель в Москве. Журналист. Быков? Быков. Это... Это не тот самый Быков, который... Дмитрий Львович. Сейчас, секундочку. А, знаю, конечно. Ну, я хотел сказать, вы чем-то похожи на него внешне. А, ну... Он приезжал к нам в Потеряевку. Вот в чем дело-то. Он не просто так был. А и большую статью написал в собеседниках. Быков либерал, мне не нравится поэтому. Я не очень люблю либералов. Либералы враги, я считаю, нашей страны. Вот вы и сказали, как молились, и, ну, хорошее было состояние. Интересно, вот у меня начался сильный поиск. Я с детства верующий. В старобряческой, беспоповской семье родился. А по Евангелию-то обратился уже 27 декабря 1962 года, в 17.00. Я работал на корабле, и в это время у меня произошел полный переворот. Я все оставил. То есть, то, что у меня было самое драгоценное, а драгоценное было много. Работаю на корабле, учусь в училище, знание языков разных. И все бросил, как будто никогда не знал. И вот в армии посмотрел фильм «Отверженное» по-французски «Мезерабле», «Отверженное» Викторию Гуго. И там в 13 главе он об этом пишет. «О, ты, всемогущий, сколько имен тебе дано! Тебя Моисей назвал всесильным, другой назвал всезнающим, то другое. Но Соломон дал тебе имя милосердия. Это самое лучшее из твоих имен». Ну, знаете, я не знаю, милосердия приснился. И я не знаю, что только Бог. Я не видел его. Я думаю, его никто на самом деле не видел. Но какая-то сила, которую... Я даже не терял, даже мысли об этом собирать на самом деле. Это, знаете, собрать образ ребенка, любовь ребенка. Милосердная любовь ребенка, как это... Мне кажется, это как бы наиболее близко к этому. У греков, у них есть отдельное слово «любовь». На русском греков четыре понятия любви. Вы знаете иногда, агапы, там... Филе, 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 филе. И в Евангелии это было агапы. Вот я думаю, это вот... Вот тут Петр запутался, когда Господь спрашивал, любишь ли меня. Он одно спрашивает, а он отвечает, да, ты мне нравишься. Это так прям... Готовность умереть, да, это толкование. Готовность умереть, это высшая любовь. Высшая. Как молитва трех ступеней. Первая, просительная. На ней все католики, баптисты и буддисты и все. Дай, 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 помоги, спаси, сохрани. Вторая ступень молитвы выше. На нее многие не заходят. Благодарение. Получил или не получил просимое. И тогда благодарение. Третья, ангельская ступень, которая называется словословие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Или аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божия. Я не прошу, и мне ничего не надо. Я только благодарю. Наполняю сердце с любовью. У меня нет ничего, чего бы я просил, и Бог мне не дал. Нет. Я думаю, в этом мой грех был. Вот это... Я пришел в ступень, на которую не был готов. В этом дело возможно. Но надо это знать. Знать и быть благодарным. Вот Ио был многострадальный. Эта книга перед Псалтырием. У него 10 детей. 7 сыновей. Мы же сердцем это все знаем. Внутри себя человек все это знает. Вы книгу Ио вычитали? Книгу Ио... Ио перед Псалтырием. Полностью точно. Она по древности... Примерно так это исследователь находит. Как бытие. Самая древняя книга Библии. Там среди где-то... На югу страна Уц. Еще толком не определяют, что это за страна. Он был самый богатый человек. 7 сыновей, 3 дочери. И вот сатана, когда ангелы пришли, он среди них. И Господь говорит... Он говорит... Я обошел весь мир, все видал. Ну, он быстро ходит. Он говорит... А раба моего видел? Какой он богобоязненный. Какой он милосердный. Он говорит... Ты окружил его со всех сторон. У него и все. И богатство на золотых постелях спит. А ты его... Отними от него все. Будет он тебя славить. Господь говорит... Хорошо, отними. И он пошел, навел на него. Там налетели разные щечены. И кто-то, как они были. Все отняли у него. Ветер поднял. Крышу. Они день рождения справляли. Задавил детей всех сразу в один день. И когда пришли свидетели, говорит... Налетели такие. Это всех овец украли. Я один остался. Другой приходит. Прибежал едва живой. Там напали совияне. Там филистимляне. Все разрушили. А один пришел, и детей нету. И он совершенно голый. Ничего нету. Он говорит... Бог дал. Бог и взял. А сатана, когда пришел в следующий раз... Господь говорит... Ты видел, какой раб мой? Он... Господь похвалился им. Он говорит... Кожа за кожу. Я сказал... Ты коснись его самого. Вот тогда... Господь говорит... Коснись. Только не до смерти. Души не трогай. И он напал. Проказа лепра. Неизлечимая. Это подошвь ноги. И он должен был за пределами селения быть. Он сидел на навозной куче. Черепком себя скоблил. Я не саму... Извините. Я не саму книгу Йову читал в оригинале. Я смотрел... Раньше был такой мультфильм. В детстве я смотрел. Он был то ли баптистский, то ли протестантский. Не помню иностраночно. Как там пошла 90-е. Он был по Библии. Супер книга он назывался. И я вот многие истории ветхозаветные знаю оттуда. Историю Йову я знаю. А к тому, что мы должны благодарить Бога. И он говорит, неужели за доброе будем благодарить, а за злое не будем. И далее. Господь посылает ему исцеление. Это редкий случай. И далее. И у него рождается снова семь сыновей. Три дочери. Высшие красавицы. И стада, которые были, в два раза больше стали. Если было 10 тысяч, теперь 20. А говорят, а детей было 10, было. А златоуз говорит, а те живые у Бога. Поэтому 20. Два раза больше. Поэтому надо за все благодарить. За все. Вот смотрите. Псалом 118, 164 стих написан. Давид говорит. Прославляю тебя, Господи, за суды правды твои седьмикратно в день. Семикратно в день. Это сотница. Это три святое и сотня поклонов. И не меньше семи раз в день. Не считая утренней, вечерней молитвы. То есть это еще 200 поклонов. То есть тысячу поклонов в день поклонов. Положи. Из любви к Богу. Это не просто... Вы считаете, я как бы грешу в эту сторону? Конечно. Хорошо, что вы догадываетесь. Так удобно. Я вас не ткнул ни разу, и вы не убежали. А то бы давно уже закрыли. Я стараюсь докопаться до выставки. Ну ладно тогда. Так. Наш разговор остается целым. Вы его увидите в записи на нашем ютубе. Запишите. Ну, через день примерно. Можно? Как это самое... Я не публичный человек. Ну, это мое сокровище, мое богатство. У меня ежедневно 10-13 роликов выходит. У нас столько хорошие. Любой скажет. Человек этот ни разу не изругался. Вы никого не осудили. Вы как верующий беседовали. Вот пили-то, вот это мне не нравится. Во-первых, я пью. А во-вторых, я считаю, это темы... Ну, религия, вера, это тема не публичная. Я не готов был разговаривать на публику. Ну что вы. Вы же не алименщик. Не от жены прячетесь-то. Нет, но для меня это важно. Это все записывается не у нас только. Дума проголосовала. Все телефонные разговоры хранятся 3 года. Они хотели 5 лет. Все до одного. Да, но... Как бы... Ну... Я все-таки... Власть это все записывает наше. И они... Я понимаю. Я не хочу быть публичным. И правильно делает. Легче искать. И они послушают вас. И вы уже себе алиби завоевали. Вы со мной беседовали. Знают, что я мирный, супермирный человек. И не спорю никогда. Такие у меня клички. А... Называется «Во свете Библии» Ютуб. Зарядите. Игнатий Тихонович, можно я попрошу вас не выкладывать? Нет, это бесполезно просить. Это мое сокровище. Это я имею полное право. И я доказываю вам, что очень хорошо все. Вы прекрасный человек. Вам остается Христу сердце отдать. Вы не имеете на это права. Потому что это моя личность. Иначе я пошлю просто жалобу на Ютуб. Ну да. На Ютуб. Нет, не надо. Ничего это не даст. Ютуб этим не распоряжается. Я не... Главное, не оскорбил. Не выразились никак. Попытки все, которые писали люди, все кончено. Я не стал на свою частную жизнь. Это все, это вы в частном уже вышли здесь. Ютуб на этом не разбирается. Говорит, ничего не было здесь. Если не законно, там у них есть такое. Там, ну, половые органы показывают. Или ребенка издеваются, бьют. Есть закон. Давайте мы не будем с вами, ну, по плохому разговаривать. Да. Можно? Я мог вам и не говорить даже об этом. Я сказал вам, чтобы вы радовались. Вы зачем за себя хмарь нагоняете такую? А вы как бы, ну, понимаете, что это мое дело вообще, где мне появляться? Ну, да, мы вышли друг на друга, познакомились, записали. Лично, лично. Но про запись вы мне ничего не говорили? Ну, об этом и не говорить. Никто в этом, в рулетке никогда не говорит. В других где-то можно говорить, а рулетка это все открыто. Все, абсолютно. В общем, я официально, если что, для суда запрещаю вам выкладывать это видео. Вы порадуетесь. Наоборот, все узнают, какие хорошие люди у нас в России живут. Я серьезно говорю вам, я запрещаю вам это выкладывать. А я не слушаю вас. Я даже вас не спросил, как звать вас никто не будет, и не говорите. Я сразу сказал, личного ничего нету. Мы рассуждаем о посторонних. Ни паспорта не показывали, ничего нету. Так, давайте по-хорошему расстанемся. Мы с вами говорим уже больше часа. Мы с вами по-плохому часу останемся? Нет, по-хорошему только, по-хорошему. Мы с вами врагом сейчас просто. О, ну-ну-ну, перестаньте. Молитесь, вы заходите на наш Ютуб по-чаще. Но идите ко мне врагом. Смотрите, если вы заряете во свете Библии, добавите сайт. Вы зайдете на сайт. Я буду с вами судиться, я серьезно говорю. Ну ладно. Значит, я судился неоднократно. Все до одного суда выиграно. Вы удалите мои записи. Э, нет, и никак. Что вы, милый мой человек. Такого человека встретил. Пример для других показано, как надо жить. Одетый. Тогда я против вас пойду магией. Все так, давайте расстанемся по-хорошему. Будем молиться друг о друге. Храни вас Господь. Нет, давайте вы не будете... Все, 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 все. Так, я отошел по-хорошему. То, что принадлежит мне вам. Вы вор. Вы сейчас пытаетесь у меня украсть. Еще лучше. Это мое все здесь. Я дома сижу, из дома не выходил. Ваше изображение, это ваше. Ваш голос, это мой голос. Мое изображение, это мой голос. Это мой голос. У меня за 73 дня, 75 дней, я нахожусь здесь, уже составлено 330 роликов. Я вас не спрашиваю. Понимаете, когда вы кого-то снимаете, вы понимаете, хотя бы элементарный шоколад колокольцев снимаете, вы должны заплатить у него разрешение. Я не нарушил правила ни одного, которые вообще не здесь, в ролетке. Элементарная вежливость, понимаете. Есть просто элементарная вежливость. Да ну перестаньте. Сотворите молитву. Страхи. Что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Что, рассудка лишился, взрослый человек. Мне бояться надо было бы, что когда я был где-то там в тюрьме, и меня вырбовали, ничего не могли сделать. Что вы, милый человек. Я не разрешаю вам выкладывать свое изображение. Ну, мало что вы не можете. Можете вообще не выходить в интернет. Но вы вышли, мы побеседовали. Это мое сокровище. Это тут вы сотворите ко мне. Я отвечал на вопросы и прочее. Это говорил-то я, а не вы. Но вы записывайте, ходите меня выложить. Вашего-то ничего здесь нету. Все мое. Вы только вопрос задавали. Что вы так забеспокоились? Мой голос, мое изображение. Вы алименты никому не платите? Без моего голоса и без моего изображения. Я сижу в комнате. Я в Барнауле, а я вас даже не спросил. Все, отошел.